Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. С вами Анастасия Гулис. И сегодня я бы хотела рассказать вам о посадке гладиолусов, поскольку пришло самое время заняться этой культурой. Сигналом для наступления посадки гладиолусов, для выбора самого благоприятного времени, служит тот момент, когда листья на березе распустились размером с трехкопеечную советскую монету. Какова подготовка к посадке этой культуры? Вообще, этот цветок очень благодарный и очень чутко отзывается на любые манипуляции с ним. Если вы правильно выкопали луковицы осенью, если вы правильно хранили их, если вы при покупке выбрали самые лучшие клубни-луковицы, тогда вы можете рассчитывать на успех. Какая клубни-луковица гладиолуса является наиболее подходящей? Многие любители считают, что чем крупнее клубни-луковица гладиолуса, тем лучше. Но на самом деле это не так. Чем крупнее клубни-луковица, чем более она плоская, посмотрите, как она изменяется в линейных размерах, тем старше эта клубни-луковица. Да, она выносит более крупный цветонос. Часто даже не один, поскольку вы видите, что тут проснулось несколько почек. То есть каждая эта почка образует цветонос. Но цветоносы эти гораздо худшего качества, и постепенно такая клубни-луковица вырождается. Кроме того, как у любой вегетативно размножаемой культуры, увеличивается шанс повреждения этой клубни-луковицы различными вирусами, грибами и другими бактериальными заболеваниями. То есть вообще оптимальный размер клубни-луковицы для посадки приблизительно такой, чтобы она была немножко такая округлая. Наиболее опасными заболеваниями гладиолуса грибными является фузариоз. Кроме того, гладиолус очень сильно повреждается таким сосущим вредителем, как трипс. Трипс мало того, что переносит возбудители фузариозного увядания, он также переносит вирусные заболевания, такие как курчавость, карликовость, которые могут погубить сорт, который вам понравился. Поэтому очень важным моментом при посадке гладиолусов, как, впрочем, и при дальнейшем выращивании этой культуры, является химической обработки. Как бы мы ни были против каких-то химических препаратов на нашем участке, но, к сожалению, с гладиолусами без химических обработок обойтись практически невозможно. Какие препараты разрешены к применению в Беларуси и России? Это от фузариозного увядания такие препараты, как Максим, ТМТД, Тирам, ну и некоторые другие препараты. Кроме того, вам понадобится несколько препаратов для того, чтобы провести грамотные обработки в течение сезона. Препараты необходимо менять. Каждое применение вы должны использовать другой препарат для того, чтобы у вас не вырабатывалось устойчивых раз грибных заболеваний, а также сосущих вредителей, которые могут вредить вашему растению. То есть обязательно соблюдайте чередование. То есть вообще самым важным при посадке является предварительная обработка луковицы. Чаще всего мы приобретаем клубни-луковицы, покрытые чешуёй. Большинство производителей не удаляют эту чешуё, поскольку она позволяет клубни-луковице лучше сохранять свои качества при транспортировке. Но перед посадкой её обязательно необходимо удалить полностью. То есть она удаляется со всех частей клубни-луковицы. Так, чтобы у вас стали видны ваши почки. Ну, самые маленькие можно оставить. В принципе, когда росток пробуждается, он разрушает вот эту чешуё. Для чего мы производим удаление чешуей? Это делается для того, чтобы убедиться, что на поверхности клубни-луковицы не имеется никаких повреждений, видимых грибными заболеваниями. Вот эта клубни-луковица, на самом деле, отличного качества, потому что это не грибное заболевание, это просто механическое повреждение. То есть при транспортировке, вот донца было немножко открыто, и оно чуть-чуть повредилось. Если же вы видите вжатые такие тёмные пятна, если они не расположены на самом донце, а расположены в теле клубни-луковицы, то такие пятна вырезаются либо острым ножичком, либо ланцетом, любым удобным вам инструментом, острым, хорошо заточенным. Они вырезаются так, чтобы полностью удалить вот эту повреждённую ткань, и вот это место обрабатывается любым дезинфицирующим средством. Это может быть зелёнка, это может быть хлоргексидин, это может быть любой антисептик, в том числе и спирт медицинский. Но мы чаще всего используем при работе зелёнку, потому что хорошо видно, что вы обработали это место, полностью обработан срез, и инфекция локализована. После того, как вы очистили свои клубни-луковицы, подсушили срезы, если они у вас образовались, необходимо произвести протравливание клубни-луковицы перед посадкой. Даже если вы не видите следов повреждения насекомыми, трипсами, если вы не видите видимых признаков заболевания, они всё равно могут находиться на поверхности. Могут быть и споры, могут быть и зимующие маленькие личинки трипса, поскольку они очень мелкие и плохо заметны. И от них необходимо избавиться, чтобы дать нашим растениям хороший старт. Чаще всего препараты фунгициды и инсектициды, которые применяются от трипса и от фузариоза, их можно смешивать. Однако лучше прочитать внимательную инструкцию по применению препарата и убедиться в том, что данные препараты действуют и при смешивании. Если вы видите, что препараты нельзя смешивать, одновременно применять, то либо необходимо выбрать препараты, которые можно смешать, либо обработать поочерёдно. Разводится препарат в соответствии с инструкцией по применению. Мы используем для того, чтобы удобно было работать и обрабатывать большое количество клубни-луковиц одного сорта, мы используем отжившие свой век капроновой чулки. В чулок складываются клубни-луковицы, вкладывается этикетка с названием сорта. Обработка производится в соответствии с инструкцией по применению. Как правило, фунгицидные препараты, время экспозиции их не менее получаса, но вы должны смотреть конкретно по тому, какой препарат вы применяете. Есть те, которые обрабатываются полчаса клубни-луковицы, есть те, которые час. Бывает, что и 6 часов замачивания происходит. То есть, стоит внимательно прочитать инструкцию по применению перед тем, как обработать. После того, как вы обработали клубни-луковицы, вы их вынимаете, слегка просушиваете на солнце, и мы приступаем к посадке. Оптимальными почвами для выращивания гладиолусов являются легкие супеси и песчаные почвы. На таких почвах минимальное повреждение грибными заболеваниями, и можно сажать клубни-луковицы на большую глубину. Ну, чего мы достигаем при посадке на большую глубину? Ну, большая глубина – это как минимум штык лопаты. Что у нас получается при такой посадке? Значит, наша клубни-луковица заглублена достаточно сильно, и когда она растет, цветонос ее находится достаточно глубоко в земле. И когда будет дождь, будет ветер сильный, наши цветоносы не переворачивают ветром. То есть на глинистой почве приходится сажать непременно, ну, гораздо выше. И при этом приходится прибегать к таким ухищрениям, чтобы не было кривых цветоносов, чтобы они были все красивые, ровные. Ставятся палки, и, в общем-то, посадки теряют декоративность при этом. То есть оптимально легкая супещаная почва и посадка на штык лопатой. При этом почва у нас достаточно хорошо уже прогрета к тому моменту. Если вы правильно выбрали время посадки, мы засыпаем нашу траншейку. Схема посадки гладиолусов между рядами, как правило, делается 40-50 сантиметров, в ряду около 10 сантиметров. То есть эта схема близкая к посадке лука. Лук обычно, если это семейный лук, он сажается приблизительно по такой схеме. Между рядей можно делать несколько меньше, можно делать порядка 30 сантиметров. Но тогда расстояние между клубнелуковицами будет порядка 20 сантиметров в ряду. Но на самом деле, если вы выращиваете большую коллекцию, вам будет удобнее выращивать именно с широкими между рядами. Тогда проще обрабатывать, проще проходить, срывать цветоносы, удалять поврежденные клубнелуковицы и проводить химический обработок. При достаточно глубокой посадке всходы гладиолусов появляются не ранее, чем через 2,5-3 недели. Если у вас были не слишком проросшие клубнелуковицы, для того, чтобы сохранить чистоту в своих посадках, вы в этот момент можете либо окучить посадки, как при выращивании картошки, для того, чтобы избавиться от сорняков, либо просто пройтись легким ручным культиватором в междурязях, либо просто подрыхлить почву плоскорезом, тяпкой, чем вам наиболее удобно, и избавиться от мелких однолетних сорняков. В момент, когда появляются всходы, у вас поле достаточно чистое от сорных растений, и можно произвести первую подкормку гладиолусов. Первая подкормка производится комплексным удобрением цветочного плана, то есть это любое комплексное удобрение, сбалансированное по элементам питания, в котором нет преобладания азота, в котором приблизительно равное количество азота, фосфора и калия. Кроме того, гладиолусы очень хорошо реагируют на подкормку кальциевой селитрой, она позволяет им развивать более прочный цветонос. То есть если вы знаете, что у вас есть проблема при выращивании гладиолусов, что у них бывает тонкий цветонос, который гнется, искривляется, лучше применить при подкормке дополнительно еще добавить кальциевую селитру. Надеюсь, мои рекомендации помогут вам правильно выбрать клубни-луковицы, посадить и наслаждаться этой красивой культурой гладиолусами. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok